Прям вообще, у меня срога, наверное, такой чистоты не было. Перерезаем красную ленточку. Лизка вся чуматая. Спасибо вам огромное. Лиз, ты как? Друзья, всем привет. Сегодня вы увидите прямое продолжение нашего предыдущего выпуска, который вышел в среду. Этот выпуск посвящен помощи женщине-инвалиду Ларисе Юрьевне. Она живет в полуразрушенном доме, и сейчас мы ей помогаем всячески наводить порядок. Таким образом, мы хотим создать такой небольшой уют в ее доме и на ее территории. Задача будет поменять проводку, потому что она находится в таком аварийном состоянии. После этого мы вызываем комиссию, которая подтвердит, что дом пригоден для проживания. Ну и нашим финальным шагом это будет продажа. Лариса Юрьевна хочет купить себе небольшую студию, переехать в нее и жить уже в нормальных, комфортных условиях. И мы очень надеемся, что у нас это все получится. В этом выпуске нам будут помогать наши подписчики, наши зрители. Мы позвали Лизу, которая проявила желание помочь нам. И что у нас получилось, увидите в этом выпуске. Приятного вам просмотра. Встретились два героя наших выпусков. Обсуждайте. Я Лизоньку с удовольствием видела. Прям аж это слезки накатывает. Ой, Мой, приятный вид. Такой ребеночек светлый. Давайте начинать. Сейчас они нам полочки поставят. А вы будете, да? Да, Лизонька мне будет носить, а я буду заставлять. Давайте. Привезли мощные лампы, чтобы у вас свет был хороший. Сейчас их заменим, чтобы хорошо светило. Главное, чтобы моя проводка выдержала мощные лампы. А это диодная. Она много не подходит. А, она многосберегающая, да? Да. Так, первый пошел. О, как хорошо. Сейчас еще во второй комнате поменяем. А, горячий. О. Красота. Круто. Теперь Ване не придется регулировать этот уровень яркости в камере. Так, шкафчики, да? Поставили. Вот то, что я прям хотела. Прям убери меня ангелочек. Он прям знает, что надо. Хотели, в смысле, что вы имеете? Вот именно, чтобы было много полочек, чтобы были вот такие вот вместительные. Он еще основательный, видите какой? То есть, обычно продаются тоненькие, да? А тут он прям... И чтобы я все туда составила, у меня была красота. Вот этого вот геморроя всего не было хотя бы. Выдержит, да. Так, сейчас я... Он тоже называют Игоря ангелочком. Ну, если он ангелочек, как его еще называют? Ну, вчера. Ну, ладно, сейчас захвалите. Люди так, в самый трудный момент помогает. Так, это у нас свет на кухню для Ларисы Юрьевны. Я взял, получается, это все будет через выключатель, потому что именно вся проводка, которая наверху, у нее, ну, испорчена. А в розетку выключатель будет само то. И на самом деле, ребят, очень здорово, что вот дружно вот так у нас все получается, да? Все нашли общий язык, каждый занимается своим делом. И прям очень-очень приятно, что вот у нас так складывается день. Я думаю, мы сейчас еще очень много всего успеем сделать. А для вас, наверное, будет либо нарезочка, либо, может, какие-то интересные моменты сейчас вам покажем. Вот эту залу мы сейчас уберем, которая за всю зиму сюда скидывалась. Вот эти все лишние ветки мы пообрубаем. Где вход? Тоже сейчас ветки пообрубаем, потому что оно все отросло. Вот я уже шел, чуть ли глазом сюда не зацепился. Вот эту кучу сейчас тоже частично мы разберем. Повыкидываем всякий мусор, а доски ей останутся на зиму, чтобы их потом там перепилит. Человека найдем и все. Ваня поставил уже ящики. Вот такие они будут. Мусор. И все, и сейчас эти большие двери встанут сюда, а стеклянные вот сюда. Вот здесь вот уже она убрала. И сейчас он будет всю комнату Лиза делать. Сейчас мы тут всю полутину-то поубираем. Моженый мешок. Давай. Че, как там? Продвигается? Вон уже одну площадку полностью убрали. Здесь мотосирень какая красивая цветет. Вешаем. Пробуем. Сюда повыше. Закрываем. Давайте торжественный момент. Вот у вас теперь выключатель. Перерезаем красную ленточку и нажимаем выключатель. Просто красота. Да. И всю грязь видно. Но это дело поправимое. Ваня собирает двери. Все ставить будет. Вот это все, это конечно надо все в шкафчике убирать. И будет гораздо больше места. Так, настало время раскидать вон ту самую залу. Туда ее скидаем и площадка выровняется. Смотрите, как стало шире сразу гораздо проход. Здесь выровняли площадку. Оно с дождем еще потом прижмется. И вот эту сторону сейчас тоже раскидаем и выровняем. Парни вообще молодцы. Раскидаем и граблями здесь. Сюда подальше прям. Ребят, мы очень уставшие. Мы голодные. Но мы безумно рады то, чем мы занимаемся. И даже эта усталость, она приятная. Занимайтесь, ребят, своим самым любимым делом. Идем дальше работать. Сейчас разберем вот эту кучку. Все лишнее повыкидываем. Опа, сколько много веток-то. Кошмар. Зато территория теперь, кажется, гораздо больше. Так, я думаю, еще можно вот эти доски, да, перенести вон туда, чтобы здесь полностью площадка уже была такая красивая. Начинаем. О, совсем, совсем другой вид. Что листом делаете? Ну, сейчас, получается, пока вам там делают, я это заполню воду вот эту вот. А, где руки мыть? Да, мы там разобрали практически узел с пакетами. Я с потолка пыль, вот эти вот нитки убрала. Ага. Ага, молодцы. Ну, и хорошо, что хоть на улице сегодня тепло. Дождь хоть и был, но прошел. Что нормально. Да, съехали. Там в автобусе аж ливни такие постели. Ага. Все сложилось так, как и должно было. Лариса Юрьевна, вы сюда хотите и постельное белье тоже, да, наверное, убрать? Ну, да. Ну, это уже не сегодня, это уже со временем. Потому что я там... Дверцы Ваня поставил. То есть, 8 полок здесь. Да, я часть шампанера тоже сюда отгружу. Надежный шкаф. Шкаф отличный. Что, Лизь шкаф выбираешь? Да, будем сейчас вон там, кажется, расставать. Вот, а этот шкаф уже будем убирать. Вот, чтобы было место. И будет все красиво. Лариса Юрьевна, через 2 часа подъедет газель. Надо сейчас вот успеть все шкаф разобрать. И вон там ту область. Остальное мусор, да? Что можно, я думаю, просчитать? Остальное, вот эту полночку можно убирать. Может быть, пока не будем эту колодочку трогать? Это правда в газель не войдет. Сейчас мы посмотрим. Я как смотрю, там мешков уже нам немало, да? Ну да. Все навеску можно будет сюда повесить. Это, наверное, так, да? Ну да. Там и целый мешок займем. Ну а метелка как хорошо метет. Вот, то есть мы освободили место. Сюда можно еще поставить коробки с бумагами. Да, и может быть, какой-то вот сейчас инвентарь сюда поставим сбоку. Подъехала уже газель. Сейчас мы этот весь мусор загружаем туда. И едем, выкидываем и уже едем по домам. Ребята, чтобы вы понимали, время сейчас 11 часов. То есть мы сейчас пока загрузим, пока выкинем. Домой, наверное, мы приедем ближе к часу, потому что надо еще и Лизу, и Ваню развести. Ребята, вы представляете, полная газель, забитая мусором. Я даже не знаю, сколько здесь нужно, это все копилось, наверное, потому что у Ларисы Юрьевны проблемы с суставами. Конечно, это все было тяжело вывозить, тяжело убирать. Вот, спасибо ребятам, спасибо Лизе, все, кто помогали. Я не знаю. Если бы ребят не было, мы бы, наверное, два дня бы это делали. А так, то есть мы и убрали территорию, и полностью брались в доме. Мы бы делали большую работу. Вот, ребят, пожалуйста, подпишитесь на канал. Это для нас очень важно. На нашем канале есть функция спонсорства. Мы вам будем очень благодарны, если вы оформите подписку на нее. Благодаря этому мы сможем делать больше добрых дел, и наш канал будет развиваться гораздо быстрее. Спасибо вам большое. Жайно, раз красу лезут. Лизка вся чумазая. Не, сегодня все молодцы. Спасибо вам огромное. А, что так говорится. Поклон вам. Ой, господи, мальчики, прям, ну, разбавьте. Вон, холодненькой водичкой. По крайней мере, теперь уже совсем другое вещь. Завтра приглашу соседку тетю Любу, она мне тут обалдеется. Вы завтра еще выйдите на улицу, вы же на улице не видели, да? Нет, я не видела при свете дня, завтра обязательно выйду, посмотрю. Лиза сказала, что там красота. Дай вам Бог здоровья, мальчики. И вам. Все, буду молчать, а то сейчас разревусь еще. Я не люблю этого дела. Ребенок засыпает уже. Так правильно, время 12. Мы не думали, что так долго это будет. А завтра нам в 9 утра. Сколько я добра нажила непосидным трудом. Завтра в 9 утра для Лизы небольшой будет сюрприз. Причайте со сметой, да, чтобы деньги выделили. Это я прям на контроле держу, прям всех поторапливаю по возможности. Просто мы думали, что уже к лету будем все сделать, будем продавать дом. Все затянулось, сейчас ждем, пока выделят проводку. Меняют проводку, мы белим все стены и вызываем комиссию. Вам нужно свою комнату до конца еще доубрать. Хорошо, хорошо. Вот, сейчас в принципе места уже много, будем на связи. Ладно. Все, мы поедем. Давайте обнимашечки. Лизы, мы уже обнимались сегодня за целый день. Все, давайте. Все, увидимся обязательно. Спасибо вам большое. Идите, мальчишки, нас тоже обнимают. Спасибо вам большое. Парни сегодня вообще молодцы. Не все в жизни потеряно, если есть такие мальчишки. Да, без них мы бы здесь вообще... Мальчика. Мальчика, можно я на всю покажу свою морду? На весь экран. Она в него не войдет, боюсь. Лиз, ты так поедешь, да, домой? У меня сегодня соседи будут всю ночь не спать. Телефон большой, Лиза. Это, на, иди в машину садись, сейчас мы придем. На неделю разговоров у них будет. Все, давай, Солнце. Контакты мы обменялись, да? Есть, мои, мамы все есть. Мы теперь будем общаться. Как-нибудь в гости с мамой придете ко мне обязательно. Давай, пока. Спасибо тебе огромное. Успехов тебе во всем. Ларис Юрьевна, вот вы, да, с нами провели целый день, а с Лизой, ну вот, что они вот скажут? Ребенок золотой. Просто золотой ребенок. Я ее прям наобнималась, сегодня нацеловала. Видите, у меня глаза слезами наполняются, когда я о ней говорю, поэтому... Лучше не надо. Не могу я, не люблю эмоции показывать свои. Чудесный ребенок. Мы с мамой поговорили с ее. Созвонились, да? Угу, ну Лиза, или мама ей звонила, я говорю, да, я поговорю тоже с мамой. Общались. Ну будете теперь... Они мне сразу сердце задели, еще когда я сюжеты смотрела. Теперь будете на связи, да, можно будет даже в гости как-то. Я всех светлых людей в своей жизни, я их вот так вот к сердцу прижимаю и стараюсь не отпускать уже больше от себя. Поправляйтесь, отдыхайте. Да, правильнее, куда мы денемся. У нас вот этого другого нет. Спасибо вам огромное. Да, пожалуйста. Спасибо. Проводку поменяем. В принципе, свет уже все сделали, уже, ну... Ой, свет вообще там класс. Я уже отвыкла, что у меня в той комнате свет есть. Ну... Да еще такой. Все, мы пойдем. Давайте сюда. Доброго пути. Давайте, до свидания. Парни, спасибо вам огромное. Спасибо, что позвали. Правда, прям очень выручили нас. Вот, и ну с меня ссылка на группу ВКонтакте твою по ремонту компьютеров. Спасибо. Вот, так что... Зовите еще. Да, ребят, обязательно вступайте. Если у кого-то будет проблемы с компьютером, можете обращаться. Даже, я думаю, если люди находятся в других городах, они смогут тебе написать, да, просто... Ну, удаленно на самом деле могу помочь. Проконсультироваться, да, просто. Вообще помогаю. Так что, если что, пишите. Все, ребят, давайте, будем еще раз попрощаться. Все, будем на связи, увидимся. Лиз, ты как? Спать. Время... 12 часов. Ты еще в 3 часа, бывает, уроки делаешь. Да? Да. Просто физически устала, еще плюс ногти, то, что делала сегодня. Сегодня сколько, 6 часов ты? Да. Сегодня у тебя прям такой день. Слушай, у меня здесь еще. Это я приеду сейчас и умоюсь, потому что грязь вот эта и все. И спать лягу сразу, и все. Завтра опять встану и буду собираясь. Лиз, ну ты поняла, да, что добрые дела делать бывает и не так легко. Очень трудно, да. Ну, это работа трудно. Но зато мы сделаем ее приятный человеку. Сейчас у нее порядочек, новый шкаф. Это очень круто. Иначе бы она сама не справилась, потому что у нее проблемы с рукой. Хорошая женщина, добрая. Пусть у меня еще будет хорошо. Лиз, спасибо тебе большое, что сегодня приняла участие. День добрых дел. Тебе понравилось? Да, это круто. Хочу тяжело, я очень сильно устала, но все равно это стоило того, потому что мы помогли человеку, которому нужна была помощь. Давай, отдыхай, ложись спать, завтра нам утром едем. Такой небольшой сюрприз, полезный для тебя. Окей, хорошо. Все, давай, давай отдыхай. Пока, удачи, пока, Ваня. Алиса, помнишь, когда мы с тобой сидели на лавочке, да, и обсуждали твои страхи, ты говорила, что у тебя были случаи, да, конфликтные, когда там тебя обижали и прикладывали руку. Сегодня мы приехали в то место, где тебя будут учить самообороне. Алло, Лариса Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что вы там, посмотрели территорию, выходили на улицу. Ой, я в восторге. У меня на следующий день соседка тут либо пришла, она говорит, Лариска, я чуть мимо не прошла, говорит, не узнала твою ограду. У меня шкафчик прям, не могу налюбоваться. Какое вам спасибо, мальчики. Пожалуйста. Глаза закройте, в комнату идите. Она такая, глаза открыла. Как запричитала, как запричитала. Ой, Белариса. Больше меня, короче, радовало. С территорией прям вообще. У меня сроду, наверное, такой чистоты не было. Даже когда я сама порядок наводила. То есть тропинку, да, видели пошире там это все? Да, да. Я пошла, прогулялась по всей территории, я пошла. Ну все, мы рады, что вам понравилось. Спасибо вам большое. Хорошо. Давайте. Как что будем, что сразу позвоним? Хорошо, хорошо. Пока. Все, до свидания.